Всем привет, дорогие друзья, с вами Феостван. Сегодня в видео речь пойдет уже о восьмом дне наставничества и в этот день мы будем сражаться за чудеса света, но сначала, сначала, ребята, маленько про седьмой день. Итак, наш сборщик, Вульф Бейзилл, это игрок, который не нуждается в представлении на самом деле, это лидер гильдии волков. XAX это, пожалуй, самая активная гильдия в игре, абсолютные чемпионы КВК, которые 38 раз выигрывали мировое КВК, в том числе и предыдущее, которое было буквально пару дней назад, и сам Вульф Бейзилл занял первое место в мировом топе. Это точно парень, который умеет воевать, и сейчас он как раз докачал свой аккаунт до Т4, уже готов к экшену и решил опробовать его на соло целях. Сейчас пытается обнулить топа, причем обнулить его в соло, по-тихому. Первая атака не пробила, но это, знаете как, первая проверочная атака, на которой чекают фалангу врага. Вторая атака уже настоящая, не пробивает, но здесь у нас 86 лямов у врага осталось, Вася тоже неплохо просел. Причем вы заметили шмот этого китайца, да, это китайская гильдия ЗМР, у него золотой ледокрыл, практически все вещи золотые, вот это как раз тот читерский набор, о котором я вам говорил ранее. Что касается Васи, кстати, несмотря на то, что он открыл Т4, он их еще не строил, потому что у него тупо на это не хватает ресурсов, значит он этот замок вскрывает только Т3. И уже второй атакой пробивает, 82 ляма мощи у него остается, причем у него еще в плену был наш сагильдеец, и можно сейчас еще посмотреть, там наверное какие-то сейчас, скажем так, сливки остались, которые можно добить уже с минимальными потерями по мощи и с максимальным гробом для врага. Так, ребят, пошла последняя атака, у врага сейчас 82 600 силы, прошлой атакой Вася снял ему 4 ляма мощи и сейчас 2 и 6 получается, ну да, выходит это последняя уже добивающая атака, суммарно, ну с учетом отхила Вася получается просел на 6 миллионов мощи, а этот товарищ просел на 11 с половиной миллионов и конечно его ждет с утра сюрприз, когда он увидит сколько у него там в итоге получилось гроба. А, нет, ребята, это еще не все, я почему-то думал, что если до этого ударил на 4 ляма, а потом на 2 и 6, то это заключительная атака, но нет, здесь еще одна атака, еще минус 4 ляма и в итоге 76 миллионов мощи от 91 миллиона остается у Шугар Белли. Но это не хило, скажу я вам, для нашего королевства вот так вот в соло обнулить другого игрока почти равного по силе и по сути они оба входили в топ 5 королевства, ну до обнуления и Вася решил закрепить результат на другом игроке из этой гильдии, но что-то пошло не так. В итоге выяснилось, что у того парня, которого атаковал Вася и сел ему в тюрьму, у него практически не было Т3, зато у него было давало Т2 войско, это такая вот ловушечка и он поймал еще многих игроков из другой гильдии ВП, с которыми мы буквально недавно заключили союз. В итоге мы позвали ВП на помощь, вы может быть помните по предыдущему ролику, что эта гильдия легкая на подъем, они активно уже занулили пару топов в нашем королевстве и мы позвали их сборщика к нам и чтобы они захватили еще несколько активных игроков, которые могут вкинуть Т3 в сбор, ну и мне там пришлось экстренно чистить места в гильдии, чтобы этих новых игроков временно можно было где-то разместить. Так, я сейчас тут тоже докинусь максимум сколько смогу. В общем, в итоге, ребята, не удалось у нас забить сбор полностью, но все равно неплохо, 2 миллиона у нас войско получилось, это знаете, это такая проблема новых королевств, еще многие игроки не успели качнуться до Т3, хоть они и активно играют, но Т3 игроков не хватает, чтобы делать полноценные сборы. Но все равно, почти, уже близко. Я думаю, к фортам мы все-таки полные сборы будем делать, но об этом уже чуть позже, ребят. Давайте пока что посмотрим, что выйдет из нашей атаки. Вот такой вот у нас сборщик, у защищающегося 86 миллионов мощи. Пфу, нет пробития. 6 миллионов 100 тысяч у него в крепости. Против наших двух лямов. Но начало, в принципе, неплохое, мы проседаем не то, чтобы прямо очень. У этого парня было по 2 миллиона пехов и коней и чуть меньше миллиона Т2 луков, вот именно Т2 войск. Т3 у него практически не было, там буквально 130 тысяч было его собственных Т3 и еще немного ему кинули в подкреп. Стоял он на стрелковой фаланге, и мы, получается, одной этой атакой более 500 тысяч Т2 лучников ему выбили в гроб. Нам, конечно, было больнее, но, видите, проседание по боевому духу у нас незначительное. Если он оффлайн, мы его сейчас спокойно занулим. Но, правда, к сожалению, там уже пишут, что он маленько отхилил войска, но все равно, даже при том, что он хилит, у него довольно значительные потери. Мы его неплохо пробиваем, да и крепят его, да, если его крепят Т3, он в любом случае теряет свои Т2, а не Т3 подкрепа. И это можно выносить. Я думаю, он в итоге, наверное, хотел сделать такую ловушку, что это, ну, как бы, по 2 миллиона каждого войска с небольшим, но просто маленько не успел. Вот пока остановился на луках. У меня, как видите, уже с войском напряженка, как в прошлый раз. Я не могу вкинуть 160 тысяч Т3. Но я планирую еще сегодня подкачать войско к завтрашним фортам. Кстати, этого парня, мне кажется, сейчас как-то пободрее крепят со всех сторон. Но надеюсь, что это все равно не станет для нас проблемой. Все-таки мы ему выбили уже значительную часть луков. По сути, мы можем сейчас идти на кавалерийской фаланге. У него луков там немного. Единственное, что вопрос, ну, его, наверное, если они не дураки, то они будут его крепить луками. Ага, он решил телепортироваться. Ну, с одной стороны, его креп разбежался. С другой стороны, он сейчас на какой-то другой конец карты улетит. Но мы готовы его ударить. Может быть, даже ковров Сэя сейчас много у всех. Можно и по коврам ударить. Но он же без запала. Он может в любой момент уйти в щит. Не знаю. Да, он уходит в щит. Ну, что ж. В любом случае, это для нас неплохой расклад. Мы вернули лидера. Бейзела и кучу лидеров ВП, которые в завтрашней войне нам пригодятся. Но этого парня надо взять на карандаш. Он такой интересный товарищ. Так, ну что, ребятки. Последние минуты у нас остаются до битвы за форты. Последняя возможность подготовиться. Еще маленькое ресурсов выгрести. Тут наши ребята нашли замок. Небедный. Но битва за форты начнется уже через буквально 10 минут. Я, на самом деле, мне, наверное, стоило этим еще вчера заняться. Потому что, ну, по Москве у нас битва за форты получается в 11 утра. Это, конечно, не так, чтобы очень рано. Но если бы я хотел, чтобы кто-то присутствовал из других гильдий, стоило их предупредить заранее. Тем не менее, я сейчас пробежался. Все равно разослал сообщения в другие гильдии наставников и в более-менее прокаченные русскоязычные гильдии в этом королевстве. В итоге нам на фортах очень хорошо помогла глава гильдии SLA. От нее пришли многие бойцы. Может быть, какие-то бойцы пришли и из других гильдий. Я просто, на самом деле, и в чате в мировом писал, и на стены писал. Поэтому даже точно не знаю, откуда люди приходили. Но знаю, что очень много бойцов пришло именно из SLA. Так, ну что, ребята, битва за форты началась. У нас Небесный форт. Но это ничего не значит. Там кто-то так просто взял. Основательно мы закрепились на форту Кометы. Его держит Бейзил. Другие форты. Вот здесь, я смотрю, наши союзники ВП на двух фортах сидят. И на этом форту тоже. Ну и здесь что-то беготня какая-то по одному солдату. Туда-сюда. Можно, кстати, сюда запрыгнуть. Сейчас посмотрим. Сюда какой-то ЗМР идет. Но я уже глянул. У него замок небольшой. Я его должен легко снести. Если там, конечно, не один солдатик. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Занято форт. Это даже приятно. На полтора ляма я его просто просадил на ровном месте. Это было реальное войско. У нас еще лунный форт держат. Но каким-то это... Непрокачанным замком. Это хорошо. Так, ну что, друзья. Продолжаю держать вас в курсе. Девять минут у нас осталось на форту кометы. У нас там полный сбор. Мы два ляма с лишним собрали. У наших союзников ВП сейчас могут быть трудности на светлом форту. Им осталось немного удержать. Но на них уже делают сбор. Нас пока не трогают. Знаете, на самом деле нету точно понимания, понимают ли наши соперники ДДВ, что мы в союзе с ВП. Может быть, они как бы считают, что мы просто третья сторона, поэтому на нас внимания не обращают, а пытаются именно сейчас как бы конфликтовать с их основными врагами, с ВПшками. Ну, нам же лучше. Мы сейчас спокойненько отожмем этот форт. Наших союзников тем временем пытаются выбить со светлого форта. Уже вышел сбор от Ареса. Помните, я вам его показывал. У него довольно-таки мощный шмот ледокрыла. Ну, посмотрим. Нет, не пробивают они, отлично. Но еще 6 минут до конца они могут еще один сбор сейчас сделать и попробовать все-таки выбить наших союзников с форта. Второй сбор они в итоге так и не сделали. Получается, подарили светлый форт ВПшкам. Так, ну что, светлые кометы наши получаются. Можно небесный попробовать забрать. ЗМР наши враги там 11 минут осталось. Через сколько у нас захват форта? Сейчас скажу. Через 1 минуту. Можно сразу прыгать и сборить. Ну, после того, как захватим, да. А что на Луне? Ну, там, так, 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 Луна. Да там у них самый близкий форт 22 минуты. На Луне 32. Но я имею ввиду самый быстрый после небесного. Небесный 10 минут. Да, я понял. Так, все, светлый форт ВПшки забрали. Ну, а форт Комета за нами. Тут 18 секунд осталось. В соло нас, конечно, отсюда никто не выбьет. Зато у нас еще есть возможность выбить ЗМР с форта. Они и так достаточно долго там сидели. Если еще чуть-чуть посидят, то форт их будет. Их здесь лям 200. Лям 200. Очень много пехоты. Остального поменьше. Коней совсем мало. Можно на стрелковые фаланги зайти. Ну, надо попросить, чтобы ребята вышли. Подойти вежливо. Зачем? Жаснуть их нам надо. Нет, ну, вежливо, я же говорю, вежливо подойти, попросить к парню. Подвиньтесь. Ну, у них там, конечно, вообще сейчас сладко. У них куча пехоты и луков нифига нет. Распустили. А, распустили, да? Угу. А жаль, было бы очень вкусно. Ребятам было бы очень грустно. Было бы очень больно. Да. Но сейчас они уже идут. Может быть, и не придется. 25 секунд. Сейчас я шмот переброшу. Не видели, что я. А, они отдали форт. Все. Короче, у нас в этот раз форты без боя, да, не стали. Через 22 минуты лунный. Ну, там непонятно кто, да? Там непонятно кто. Макс, лети на лунный. Ну, сейчас узнаем. 500 тысяч внутри с приоритетом коней. Вывели, вывели. Да что ж ты будешь делать? Вот хоть один-то сегодня это, какой-то форт можно занять с войной? Да, ну что, ребят. В итоге мы еще один форт заняли без боя. В итоге нас там набралось полтора миллиона. Конечно, AJH, скажем так. Они бы не хотели такой сбор принимать, но они разбежались еще даже до того, как узнали, сколько нас там заблаговременно освободили форт. Я вам, кстати, об этой гильдии потом отдельное видео сниму. Ох, это забавное будет видео. Ну, теперь они меня посмотрят, разведка. Там ледяной форт атаками спамят, похоже, сейчас. А, да, там сбор идет. Сейчас будет зацит война. Вот там, я думаю, они будут рубиться, и мы поможем. Да. Но нам для начала надо подумать о себе. О, они выбили их с ледяного форта. ВП обновили грозу. Все, ребят, отлично. Небесный форт мы закрыли. Что касается наших союзников, у них тут пять минут остается, но, похоже, сбор на них уже повешали. Какие-то стрелочки сейчас ГДДВшнику появляются. Мы, в принципе, закрыли лунный форт. Да, ГДДВ тут уже делают последнюю атаку на грозовой форт. Если они не пробьют, то грозовой форт уйдет нашим союзникам. Тут, на самом деле, может быть опасный момент, потому что ВП писали, что им не хватает войск до полного сбора. Просили кого-то к ним направить. Но мы сами тогда сидели на двух фортах, и даже было как-то приятно, что они не могут один форт собрать, при том, что у них мощи гораздо больше, чем у нас. А у нас войск хватает на то, чтобы один форт забить полностью, еще второй, ну, как бы, тоже на полтора миллиона с лишним. В этом плане большое спасибо нашим союзникам из SLA. Это другая гильдия наставников, которые нам тоже помогли. Много бойцов от них пришло. И какие-то игроки тоже приходили из других русских гильдий. Вот это, ребята, наверное, самый забавный эпизод битвы за форты. Мы пытались до последнего не привлекать к себе внимание, пока у нас шел захват лунного форта. Но сейчас, когда он вне опасности, мы хотели выбить врагов с ледяного форта. У них оставалось 7 минут продержаться. Но они почему-то решили сделать смену командования, и удалось их в итоге просто выбить в соло. Причем мы понеслись, и ВПшник тоже понес. И в итоге получилась забавная ситуация. Но, собственно, это не важно. Главное, что мы сбили им таймер. Что самое интересное, ребята, я не знаю, до конца знали ли ДДВ, что мы в союзе с ВП. На стенах мы эту информацию не размещали. И как-то у нас так получалось, что мы отжимали форт за фортом, и нам никто сильно не мешал. То есть ДДВ разбирались с ВП. И да, я думаю, у них на самом деле и не было войск, чтобы нам как-то мешать. В том плане, что они, конечно, кидали какие-то разведки, смотрели, но увидели, что там подваляма сидит в крепости. И они такие, так, ну мы сейчас с ВП деремся. Нам некогда с какими-то ноунеймами идти разбираться. Столько войск у нас нету. Ладно, пускай они там берут свой форт. И в итоге вот так получилось, что мы уже форт за фортом отжали, но мы отжимали их без войны с ДДВ. А сейчас мы уже наступаем на их форты. И самое интересное, тем временем, на грозовом форту. Здесь у нас последняя атака от ДДВ. Если они пробивают, то они выбивают. Там одна минута осталась до конца. Если они не пробивают, то форт уходит нашим союзникам. Ну посмотрим. Ну у него там тоже, наверное... Но Циту, я думаю, неправильно будет в этой ситуации. Забирать, когда у нас союз с ВП, надо будет им помочь забрать. Угу. О, вышел, вышел, Арес. Там еще кто-то подлетел, закрепил. Очень плохо, что там еще есть чем закреплять. Да. Я думал, там уже все полное стоит. Сейчас, походу, выбьют их. Ну да. Ну что, ребят, таки прилетел Арес сборить наш форт. Мы сейчас параллельно сборим Цитадель. И как только мы ее захватим, я постараюсь успеть дать Бейзилу титул и позорный титул выдать нашему врагу. Какой титул? Их сбор выходит тоже скоро уже, через 12 секунд. Мне хранители, ему шутка. Цита взята. Так, блин. На него кликаешь, и там будет... Да-да-да, я сделал. Ты можешь ему вначале дать не шута, а вначале дать титул, чтобы он медленно выходил. А он на коврах и фиганет, и не успеет. А как называется медленность? А, не помню, надо посмотреть. Скорость передвижения, все, я дал ему преступника. Скажете, когда он видит? Да, вот прям стой на титуле. Мы как бы скажем, вышел, и ты тут же даешь другой титул. Блин, я думал, вышел. Не-не-не-не. Отработай. Жду-жду, говори, как будет. Готовься. Вышел в титул. Ну, приличный т4, конечно, там, но... У него не полный сбор. У него лям 500. А фаланга 100 пудов, он 4-2-4 идет. Я впрямую его на капаланге. У него мало луков. Он тебя спамит. Да пусть спамит. Ну, давай, дай бог. Ха! Да, господи, сегодня хоть один бой будет за цитадель. Есть какая-то информация? Кроуи камень. Ого! ЗМР вроде это. Слились, я так понял, какие-то игроки в ДДВ перешли. Друзья ДДВ, да. Форт закрылся, ребят. Да, все. Ну что, ребят, вот такой вот у нас вышел финал. Больно убился. Мы забрали форты, и наши игроки перетекли в ВП, чтобы помочь им забрать цитадель. Там причем сборщиком уже выступал Бейзел. Хотя у ВП вроде как тоже был неплохой сборщик, у него стата получше, но здесь важен еще опыт. Потому что, видите, вот ДДВ сборят, а что-то им с золотой до оранжевый ледокрыл нифига не помогает. Потому что вот особенно про этого Ариса говорили, у него там вообще беда. А меня Арес бил только. А зачем он тебя бил? Не знаю. Без лидера? Да нет. Или вышел. Он сейчас в соло протачил фулл Т4 нашего второго сборщика Элкри, и при этом чуть не попал в плен, а в атаке использовал такого героя, например, как Примадонна. Ну это, то есть, знаете, такое, друзья, своих оранжевых ледокрылов купили, а мозги не купили. И сейчас получается, вот у них сборщиком был Вулала, теперь Арис сборит. И даже, знаете, если честно, в Вулале как-то уверенности больше, чем в Арисе. Ну, то есть, у него там, наверное, более прокачанный аккаунт, но как-то с логикой все плохо. Вышел. Вышел. 4-2-4, как обычно. Ну, понятно. Ну, у меня маловато кавы в этот раз. Это проблема. Тебе 40 секунд идти. Я от тебя дакинуть не могу. По максимуму. У вас там не фул? Нет, чуть-чуть не хватает. Если можешь, скидывайся. Да нет, я-то не могу. Он же из гильдии вы себе тоже наставник. Да, видите, друзья, по условию конкурса наставник не может покидать свою гильдию, поэтому я не мог там с ребятами перетекать куда-то при необходимости в другие гильдии или даже сбегать, вот как у нас некоторые бегали специально в гильдию с ботто-ручками, где за секунду прожимают 30 рук, и они быстро закрывают стройки, науку. Причем это так круто, потому что можно врубить, я не знаю, один буст на 20% скорости стройки и настроить с ним кучу разных построек. Прямо за секунды. Ну, смотрите, и второй атакой не пробили ДДВшки. Такие относительно похожие по потерянной мощи получились отчеты, что первая атака, что вторая, наши враги теряли по 14 миллионов с лишним, а наши ребята по 10 миллионов мощи. Но во второй сбор, как видите, они уже значительно меньше войск вкинули. То есть, если в первый сбор их там два ляма шло, то во второй уже лям 800. Нужно отдать им должное, они хотя бы во второй сбор больше Т4 накидали. Но им это не помогло и наши противники быстро сдулись. Просто улетели к себе в родной улей, одели щиты и начали сборить бастионы. Ну что, ребят, в итоге закономерный результат. Мы захватили Цитадель, два верхних форта остались за нашими союзниками и все остальные форты, это можно сказать, как боковые и нижние форты, остались за нашей гильдией. И, знаете, на самом деле, никто такого не ожидал. Я помню, когда еще у Бейзела было где-то, ну, может быть, и 22 миллиона мощи, он зашел там, подкачался, посмотрел карту такой, говорит, ничего-ничего, скоро будем сейчас тут всех китайцев обнулять, надо просто докачаться до Т4. И мы такие, да, Бейзел, серьезно? Да посмотри, там уже по 100 лямов с лишним, тот же самый Арис, еще до обнуления у него было 100 с лишним лямов, его потом обнулили, он опять отстроил войско. И мы такие, посмотри, там уже оранжевый ледокрыл. Он такой, ну да, оранжевый ледокрыл, конечно, неприятно, но ничего, ничего, они еще нас не знают. И мы к этому как-то так, знаете, относились. Ну, это Бейзел, конечно, но у него здесь нету его аккаунта, и как бы, ну, наверное, он просто слишком, это, активно выдает желаемое за действительность, но в итоге, как видите, мы в итоге смогли взять все цитадели и форты. Я даже помню, у нас наставница в конфе говорила, ну, да, мы тоже такого не ожидали, но Бейзел был бы не Бейзел, если бы он не захватил все королевство. А для меня это такая, получается, игра на расслабоне, что мне даже ничего не надо делать. Руководит Бейзел, я так только в сборы вкидываюсь и периодически подкрикиваю, что там, добейте сбор, или там какую-нибудь рассылочку, ну-ка быстро на такой-то форт. А так, по большей части, мне повезло, что со мной сразу пришла небольшая команда, в которой были опытные игроки. У нас, конечно, много новичков в гильдии, но и опытных игроков хватает, и им огромное спасибо, они очень сильно снимают с меня какую-то работу, тут те же самые советы новичкам. Мы даже, знаете, помню, с женой шутили, у нас есть группа, в которой наставники общаются между собой, и там что-то было такое сообщение, типа, ну, ребята, что там, у кого как дела? И там кто-то пишет, ну, ничего, помаленьку разбираемся, я, ребят, тут учу, охотиться, бастионы сборим, мне жена говорит, напиши им, типа, в ответ. Ну, мы тоже тут разбираемся, ребята меня учат, что к чему, потому что, получается, у нас как бы много опытных игроков, а я, хоть у меня опыт игры и большой, и несколько лет, но я же несколько лет в игре отсутствовал, и поэтому новые фишки, типа, колеса, или то, что можно фамильяров брать в бой, то, что появилось в святилище, я их не знал, и уже, получается, они мне рассказывали, что же это такое. И благодаря тому, что у меня вот хватает опытных игроков, я могу так более-менее на расслабоне играть, и за это, ребятам, огромное спасибо, то есть мы можем больше времени уделять каким-то воинам, какому-то именно просто получению фана. Мы, кстати, договорились, пока все были вместе в конференции, когда мы атаковали фарты, что в 9 часов по Москве мы попробуем полетать, поискать китайских спящих топов, и повыбивать вот именно тех, кто в первую десятку входит именно такие значительные аккаунты. Что из этого вышло, расскажу в следующем видео, там довольно, не буду как бы спойлерить, но, как мне кажется, довольно забавный контент. Ну, а у меня на этом все, друзья, с вами был 11.1, спасибо за просмотр, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok